Ну что, Басенька, греешься? Все по-разному отдыхают, да? Да, да, Басенька, да? Да? Черника! А, Черника? Черничка! Что там? Там ближе к скворцам? Там скворечник поближе? Ты хочешь со скворцами пообщаться, да? Да? Где вы так долго были? Ты здесь не слезешь. Где ты залезала? Как ты залезала? Помнишь? Ну давай! Так же поступаю со второй части теплицы. Вот выкопала траншею. Сейчас завожу подстилку из выгула курей там сена и все прочее. И потом все это закопаю. Надо сказать, что земля такая рыхлая, красивая, хорошая. Сегодня 1 апреля. Наша рассада на сегодняшний день выглядит вот так. Через пару дней придется пикировать. Острая необходимость возникнет. Теплица не накрыта. Сегодня дождь. Может быть, будем пытаться что-то делать. Это все помидорчики. Это мои чепетуньи и черенков. Сегодня я их обрезала в очередной раз. Череночки буду приращивать. Это я так щедро посеяла свою лобелию. Свои семена не жалко. И вот миллион штук в каждой. Это второй, другой сорт. Поменьше, похуже зашла. А это вот такой ковер. Сестра Инночка дала перчики. Тоже пищат, просятся пикировать. Короче, всем нужна теплица. Итак, всем привет. С вами канал Хуторянина выходного дня. Сегодня теплица. Макс, привет. Ты уже сделал, а мы только начинаем. У Макса ветер в напарниках был. У нас два напарника. Дождь и ветер. Поехали. Мне, как печняку, всегда приятно пускать дым. Первый дым у нас идет в нашей теплице. Это уже день второй. День второй. Вчера было очень много помощников. И дождь, и ветер. И потом в конце небольшой снег. Поэтому вчера только накрыли. По-быстрому. С помощью какой-то матери. И ни одной. Ни одной. Ни одна мама помогала. Торчитай опять, Бир. Ну вот, горит печечка. Топится уже в теплице плюс 20. Ура, ура, ура. Мы сегодня переедем, переедем. Плюс 20. Обгорает. Валялась целая. Целый год валялась. Межсезонье. А, ну да, почти год. Ну, почти год. В мае, когда ее сняли. Да. Или в июне уже. Так что все будет. Все будет хорошо. Боже. Я очень рада сказать, что я рада. Ничего не сказать. Сегодня мы с растюшками переедем. Переедем вот сюда. На этой неделе наша прудка освободилась от альга. Но вот это максимальный уровень, который может быть. Поскольку потом пойдет заливать на газон. Есть такая мысль сделать там дамбу. Насыпать повыше. Ну, мост надо поднимать. Так и речка в уровне тоже. Речка в уровне. Но мы можем еще воду оттуда пустить. От соседа. У нас там две плотины стоит. Чтобы воду не пускать. Мы можем оттуда еще воду пустить сюда. Пока перекрыли. Скоро все зазеленеет. Скоро все зазеленеет. Газон будет коситься. А-а-а. Каждый выбирает себе занятия по душе. Речки обложить, чтобы трава не росла. А-а-а. Ну и вывезу там, где все есть. Потому что потом будешь косить и цеплять. Поэтому не надо. Можно траву сеять. Будем сеять. У меня там немножко есть семян. У меня нет ничего в этом году. Все высеял. Купим. Будет газон у нас новый. Не новый. Здесь раньше был просто. Тут еще какие-то ирисы должны взойти. Вот тут похоже. Я отстарзил я уже скажу. После копания. Он их разбросал везде. Ну будет видно. Где-то в этом месте похоже был мой ирис. Угу. Да потом найдется. Да, где-то было похоже. Что тут у нас происходит в теплице. Посмотрим. Здорово. Здорово. У нас в теплице новоселье. Мы переехали. Мы счастливы. Правда немножко так подзавяли. Ничего себе. От смены условий. Где они только там помещались. Это что у нас тут? Здесь в гостине в обиде. Что у нас здесь? Это у нас 68 сортов помидорчиков. Ты все помнишь 68 сортов? Два не взошли. Два сорта не взошли. Значит 60. Нет, это уже... А, было 70 сортов. Было 70, да. Ага. Два огурчика. Тветочки. Не спеши. Рассказывай. Зато Макс говорит, что я тебе задаю вопросы, поэтому ты сама говори. Ой, да я кого хочешь могу сама заварить вопросами. Да. Так, сколько у нас градусов? Солнце спряталось. Наверное, меньше уже. Сколько? 18. Ну, нормально. На солнце было жарко. 25 было. Мы так наспех прибили вторую пленку, чтобы сохранять тепло, которое будет исходить от нашей печки. Наша печка второй сезон уже будет нам служить. В этом году мы поставили печку в другую теплицу, в большую. Сейчас я ее обложу кирпичами, как в прошлом году у меня было, чтобы дольше тепло сохранялось. Так, что у нас дальше пошло? Пошли цветы, да? Надо бархатцы, пики, рассаживать, пикировать. Это Инна дала перчики, надо тоже пикировать. А это у нас питуньки, от которых я беру черенки, с которых срезаю. Поэтому они так выглядят не очень. Их недавно, когда вчера, позавчера стригла на черенки. О, уже кто-то обгорел на солнце. Так солнца ж не было. Было как-то, видимо. Так что работы много, прихватим вечернее время. Освещение я уже сюда провела. Так что будем трудиться. Успех нам в работе. Новоселье, значит. Да, мы же очень рады, очень рады. Из стесненных условий мы перебрались. В военных условиях накрывали цеплицу. Да, в черепе нужно экстремальные условия. А зачем пленка? Немножко прикрываю. Они очень еще маленькие лобилия, чтобы она не пострадала от солнца. Так что я очень-очень рада. Это все благодаря Саше. Золотой человек. Да ладно. Попросила. Вот вчера в таких условиях мы теплицу натягивали. Золотой человек. Все, что не попросишь. Как-то звоню. Сашенька, купи мне цепочку на пилу. Он даже две купил цепочки мне. С вами был канал Хуторянин выходного дня. И Хуторянка, которая живет постоянно на хуторе. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч.